Сейчас мы находимся на высоте минус 87 метров. И здесь адски жарко. Национальный парк Долина Смерти Национальный парк Долина Смерти находится на юго-западе США, недалеко от Лас-Вегаса. Как и почти все национальные парки США, добираться сюда гораздо лучше на машине. Вход в национальный парк стоит 30 долларов с машины. А еще можно приобрести годовой пропуск во все национальные парки США, который обойдется вам в 80 долларов. Что в принципе мы и сделали. В парке всего два кемпинга, места в которых в сезон стоит бронировать заранее. А теперь интересные факты о самой Долине Смерти. Долина Смерти имеет самый сухой и самый жаркий климат среди всех национальных парков Америки. Долина Смерти считается самым горячим местом на Земле. Когда-то здесь была зафиксирована самая большая температура, плюс 57 градусов по Цельсию. Сейчас, конечно, не 57, но все равно не холодно, прямо скажем. А средняя дневная температура летом здесь превышает 50 градусов. Однако в зимние ночи температура иногда опускается ниже нуля. В месте, известном как Бэдвотер-бассейн, расположена одна из самых низких точек на Земле. 86 метров ниже уровня моря. Вы только представьте! Раньше в этом месте собиралась вода со всего региона, образуя большое озеро Мэнли, которое высохло 3000 лет назад. Образовав Солончак. Самым высоким местом парка является хребет Панаминт с пиком телескоп высотой 3368 метров над уровнем моря. Конечно же, к нему есть хорошая трекинговая тропа от парковки. 1,7 миллиарда лет назад на этом месте было мелководное море, образовавшее обширные морские отложения. Потом образовавшиеся на западе горы и ряд вулканов закрыли путь к океану. Позднее земная кора стала разрываться, несколько миллионов лет назад создав рельеф, который мы наблюдаем и сегодня. Долины были заполнены осадочными породами. В ледниковые периоды всю территорию долины закрывал лед. С тех пор тут остались грунтовые воды, которые питают несколько ручьев. Но рано или поздно вся вода вытечет и ручьи пересохнут, потому что запасы воды практически не пополняются. Долина Смерти считается самой засушливой территорией Северной Америки, где в районе Бэд Уотер в год в среднем выпадает около 43 миллиметров осадков. Все из-за того, что воздушные потоки, быстро спускаясь с гор в зону более плотного воздуха, сильно нагреваются и теряют влажность, в результате чего возникает сухой и горячий воздух. А диабетический процесс из школьного курса физики, такой жаркий и сухой климат препятствует формированию почвы. Кроме того, в парке есть песчаные дюны. Самым известным местом являются дюны из кварцевого песка в районе Stowpipe Wells. Еще одно место находится в 16 километрах к северу от центру долины, где дюны образованы из травертинового песка. Что такое травертин, можно узнать из нашего видео про Йеллоустон. Там есть целая гора из травертина. Еще одним известным местом парка является соленое озеро Рейстрек, знаменитая своими загадочными движущимися камнями. Камни весом несколько сот килограммов каждый медленно двигаются по глинистому дну озера. Никто никогда не видел, как это происходит. Камни приходят в движение всего один раз за два или три года. И это удивительное явление породило множество теорий, одна фантастичнее другой. Сверхъестественные силы, электромагнитные силы, землетрясения, шутники, как с ругами на полях. Но все оказалось гораздо проще. Зимой на дне долины иногда собирается вода. Когда температура падает, на поверхности лужи образуется ледяная корка со вмерзшими в нее камнями. И когда дует сильный ветер, он тащит камни вместе со льдом. За последние 10 тысяч лет на этой территории жило четыре различных культуры индейцев. Представители первой группы были охотниками-собирателями. Они обосновались здесь, когда еще были озера. Калифорнийская золотая лихорадка привлекла в этот район первых поселенцев европейской расы. В декабре 1849 года две группы старателей со своими повозками-вагончиками пытались найти кратчайший путь в Калифорнию на золотые прииски. Они несколько недель не могли найти выход из долины и вынуждены были съесть несколько своих валов, чтобы выжить. Деревянные части вагончиков были использованы для приготовления пищи. Место, где они жили, сейчас называется лагерь сгоревшего вагончика или по-английски Burnt Wagon's Camp и расположена недалеко от песчаных дюн. Бросив свои повозки, они смогли перебраться через горный перевал Венгейн Пасс. Покидая долину, одна из женщин в группе развернулась и воскликнула «Прощай, долина смерти!» Таким образом дав ей современное название. В самой долине золота так и не нашли, хотя и пытались. Единственной полезной находкой оказалась бура – минерал, использовавшийся для производства мыла. Для транспортировки этой руды использовались повозки, запряженные 18 мулами и парой лошадей. Такие повозки часто можно встретить в фильмах и книгах о Диком Западе того времени. Засушливая пустыня стала идеальным местом для съемок планеты Татуин в киносаге «Звездные войны». Ну а мы отправляемся дальше в путь. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова